Всем привет! В наших последних видеороликах мы несколько раз коснулись темы принятия управленческих решений. Мы рассказывали вам о мыслительных техниках, о своданализе, а также о разнице между проблемой и задачей. Сегодня продолжим эту серию и расскажем вам о двух сложностях, с которыми руководителям приходится иногда сталкиваться. С вами канал Справочное бюро предпринимателя, давайте разбираться. Думаю, все вы видели ситуации, когда руководитель никак не может принять, наконец, какое-либо важное решение. Среди наиболее частых причин такой нерешительности можно выделить две. Первая, когда руководитель сомневается, что выбран наилучший вариант. Ну и вторая причина, когда он вообще не уверен в его правильности. Давайте разберемся с каждым из случаев по отдельности. Итак, первая ситуация. Неплохое решение, на первый взгляд, вроде бы уже придумано. Подготовлено и проработано. Но начальника все еще точит червячок сомнения. А действительно ли выбран самый лучший вариант? А может быть, как следует еще раз подумать? Если как следует все еще раз изучить, то можно найти способ получше? Наверняка можно. Нет предела совершенству. И команда во главе с таким руководителем, вместо того, чтобы заняться полезным делом, тратит время на поиски идеального варианта. Что можно здесь посоветовать? Дело в том, что решение никогда не существует само по себе. Оно всегда должно рассматриваться в связи с задачей, в связи с реальными целями бизнеса. И если эти цели недостаточно четко определены, то и понять, подходит ли данное конкретное решение для их достижения, невозможно. А когда критериев пригодности решения нет, вот тогда и начинаются поиски идеального варианта, которые могут продолжаться очень-очень долго. И чтобы этого избежать, нужно сначала как можно более четко сформулировать, что будет являться приемлемым результатом. И максимально конкретно описать этот результат в цифрах, сроках, в деньгах, наконец. А потом нужно выбрать первое доступное решение, которое укладывается в заданные параметры, и позволит прийти к нужному, ранее описанному результату. Принять его, осуществить и двигаться дальше. Это называется принципом разумной достаточности. Еще проще его можно сформулировать так. Для того, чтобы шить, не нужна самая острая иголка на свете. Нужна просто иголка. Да, конечно, более острой иголкой шить удобнее и, наверное, немного быстрее. Но на ее поиски вы тратите столько времени и усилий, что в конечном итоге, скорее всего, останетесь в проигрыше. А теперь давайте рассмотрим немного другую ситуацию. К сожалению, руководителю часто приходится принимать решения в условиях нехватки информации, когда она недостоверна или попросту недоступна. Здесь уместно вспомнить вот такую историю. Говорят, что когда проектировали первую советскую автоматическую лунную станцию, между специалистами разгорелся спор. Первые считали, что Луна покрыта многометровым слоем тончайшей космической пыли. И любой спускаемый аппарат в ней попросту утонет. Поэтому его нужно проектировать с какими-то широкими лыжами, чтобы они удержали его на поверхности. Другая, не менее уважаемая группа специалистов полагала, что поверхность Луны покрыта обычным твердым грунтом. И никаких специальных мер в этой связи предпринимать не нужно. Одно совещание сменялось другим, а споры так и не утихали, а решение не принималось. Ведь пока не слетаешь, не узнаешь. А постройка и запуск аппарата стоят огромных денег и трудозатрат, за которые нужно нести ответственность. Легенда гласит, что конец всем спорам положил Сергей Павлович Королев, написав на протоколе одного из заседаний, что Луна твердая Королев. На самом деле заслуга Королева заключается не только в том, что он был прекрасным ученым и инженером, но и в том, что он был выдающимся руководителем, который не боялся принимать решения и нести за них ответственность. А еще он действовал исходя из принципа ограниченной рациональности. Так иногда бывает, что не удается найти достоверной информации, которая позволила бы сделать рациональный выбор наилучшего решения. Например, вы собираетесь выпустить на рынок принципиально новый продукт. И сомневаетесь в том, какой именно из двух его вариантов будет пользоваться наибольшим успехом. Из-за того, что продукт принципиально новый, маркетинговые исследования будут тут либо ненадежными, либо будут стоить дороже выпуска самого продукта. В этой ситуации плохой руководитель будет до бесконечности колебаться. Искать все новые и новые способы проверить правильность выбора, впустую теряя время и ресурсы, по сути обманывая самого себя. И продукт так и не будет выпущен. А вот сильный руководитель в конкурирующей компании вовремя увидит возникшую ситуацию. Подбросит монетку и как королев примет окончательное решение и связанную с ним ответственность на себя. Не пытаясь ее переложить на подчиненных, маркетологов или еще каких-нибудь исполнителей. А зачем еще нужен настоящий руководитель? Ну а если этот руководитель еще и умный, то он обязательно составит план Б. На тот случай, если решение все-таки оказалось ошибочным и придется все переделывать. Ведь если вероятность такой ошибки предусмотреть заранее и соответствующим образом все спланировать, то и последствия такой возможной ошибки можно свести к разумному минимуму. Ну а это уже относится к области управления рисками. О чем мы обязательно вам расскажем в одном из следующих видеороликов. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Справочное бюро предпринимателя, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Да, и кстати, пишите комментарии, мы их все читаем и на них стараемся отвечать. Нам это очень важно. Спасибо за внимание. Увидимся.